Глава города взял под личный контроль ремонт оползневого участка дороги в селе Черешня. К 1 мая она должна быть полностью восстановлена. На эти цели выделят 38 миллионов рублей. Пока идут подготовительные работы. Например, сегодня завезли щебень. Только для засыпки участка его понадобится около 600 кубов. По проекту предусмотрено 33 буровых столба, развязка металлической трубы швелером и 26 плит. А массовые здесь дорожники появятся в ближайший понедельник, 19 марта. Я знаю, что геологи обследовали. Сегодня все понятно. Нам нужно 38 миллионов рублей. Они будут выделены. Вы мне поясните, как будет происходить работа эта дальше. И когда мы решим эту задачу. То есть когда у нас в полном объеме пойдет пассажирский транспорт. У нас будет полностью восстановлена вся ширина проезжей части. Будет произведена отсыпка щебнем. Соответственно, это позволит пустить снова общественный транспорт. Когда мы запустим, например. Я думаю, что максимум с 1 мая. По временной схеме там в рамках ЧАЭС автобусы все же ходят, но только до оползневого участка и сразу за ним. А непосредственно там, где оползень, люди в целях своей же безопасности проходят пешком. Конечно, пока неудобно, но они понимают трудности временные. Один автобус оттуда, вот там становится. А второй с города. Вот таким образом. При этом черешня не отрезана от внешнего мира. Магазины и аптеки работают в обычном режиме. Ремонтные работы оползневого участка рассчитаны на месяц-полтора. Новость о том, что начинается восстановление дороги, жители восприняли с воодушевлением. На той неделе я видел, делали геологические изыскания. Я сам строитель, поэтому понимаю, что если зашли буровые, забуривают, смотрят керн, то это значит, скоро будет проект. Раз будет проект, значит будет и работа. Сейчас в городе идет ремонт сразу 30 дорог общей площадью более 200 тысяч квадратных метров. В основном ремонтируется прибрежная зона. На первом этапе работ израсходуют 260 миллионов рублей. Но глава города отмечает, на втором этапе работ больше внимания надо уделить сельским дорогам. Сельские населенные пункты обязательно, я понимаю, что сейчас надо уделить внимание прибрежной, потому что близится пляжный сезон. Но главная задача – это выполнить все те обязательства, которые мы взяли перед нашими селянами. В прошлом году на ремонт сочинских трасс было израсходовано более 580 миллионов рублей. В этом году выделят миллиард.